Радио Болтком Утро на Болткоме Утро на Болткоме Это касается чаще всего пожилых людей перед пенсионного возраста, потому что с большой неохотой их берут, считается, что они плохо обучаемые, считается, что они чаще болеют, у них проблемы со здоровьем. Наверняка вы сейчас больше расскажете, действительно ли с такими проблемами сталкиваются эти люди и насколько ценными кадрами они могут являться? — Олег, спасибо за вопрос. Я, знаете, наверное, отвечу «да» и «нет», потому что, с одной стороны, я вижу, что очень большой запрос на сотрудников как раз в плюс 45. Например, если мы говорим о позициях бухгалтера, человека, который занимается управлением недвижимостью, прекрасно берут возрастных людей, они более стабильные, они меньше скачут, у них, соответственно, здоровый уровень амбиций. Не как у молодых людей, которые, ничего не зная, ничего не умея, стремятся заработать как можно больше. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что действительно, когда человек пересекает определенный рубеж, он, может быть, не столь хорошо владеет определенными технологиями и не так быстро может включаться какие-то процессы. Вот мне дали пример был. Я наблюдал за ситуацией, когда человек сорока, по-моему, трех лет не мог на айфон закачать себе фильм для перелета, чтобы во время перелета смотреть. При этом его 11-летняя дочка справилась с этим вопросом, по-моему, за три минуты. Поэтому понятно, что есть определенное отставание возрастных кандидатов по технологиям, по определенным навыкам, умениям. И это иногда может, как бы, собственно, пугать и настораживать работодателя. Хотя тут, видите, каждый случай надо смотреть отдельно. Вы упомянули, что часто люди жалуют, что не могут найти работу. Мне по долгу службы приходится часто встречаться с определенными кандидатами. И когда мы начинаем конкретно препарировать кейс, да, какое было объявление, что было там в севере, там, как ты, например, отправлял свои данные, сколько у тебя было, в конце концов, этих отправленных в резюме, всегда находятся определенные проблемы. Потому что, вот смотрите, один из вариантов, например, почему люди часто не могут найти работу. Во-первых, они ищут работу вообще. Ну, то есть я хочу найти какую-то работу. Это неправильно. Стоит, наверное, очень четко спозиционировать себя, к примеру, я Олег Пека или я Александр Шунин, в, например, марте 2022 года работаю в компании XYZ на позиции такой-то. Мой функционал раз, два, три, четыре, пять. Моя зарплата месяц такая-то, да. И, как ни странно, вот эта четкая формулировка, да, куда я стремлюсь, она мои все усилия делает векторными, да. Это первый момент. Ну, а вторая классическая ошибка, когда человек говорит, я не могу найти работу, я спрашиваю, а сколько ты отправил резюме, он говорит, пять. Ну, так ничего не получится. Вот, если ты отправишь 55 в резюме, тогда, скорее всего, будет у тебя толковый результат, будет выход. Я всегда таким кандидатом напоминаю о второй космической скорости. Вы же помните, да, чтобы, если объект, он хочет вылететь за протяжение Земли, за орбиту, да, надо лететь со скоростью 11,2 км в секунду. Так вот, в данном случае при поиске работы очень важно совершать большое количество попыток, которые обязательно конвертируются в рабочее предложение. Но если их всего пять или три, или, там, не знаю, даже семь, этого просто будет мало. Это, вот, кстати, одна из таких проблем, которые, может быть, не да, тут, скорее, даже, видите, не возраст будет виноват, а в том, что человек просто совершает мало действий, мало активностей по нахождению работы. Алексей, сразу вопрос, нужно ли отправлять, например, свои резюме в компании, которые как будто бы не объявляли о том, что они ищут персонал, потому что так мы как бы отправляем туда, где вот я увидел, что здесь ищут, ага, вот я сюда отправлю. Или их рассолать, потому что даже если компания не ищет персонал, сегодня вдруг она задумается над этим завтра, а у них уже будет лежать в папочке мое резюме. Олег, совершенно верно, потому что если даже компания не объявила текущий конкурс, но ты обладаешь определенными компетенциями, навыками, которые могут им пригодиться, то можно написать вежливое письмо сопроводительное, указать, на какие позиции ты рассматриваешь работу и, соответственно, попасть в базу данных. Потому что ничто не вечно под луной, сегодня у них все позиции заполнены, но завтра у них появится новый клиент, у них расширится бизнес или поменяется, заболеет, уйдет в отпуск какой-то сотрудник, они будут рассматривать людей, понятность ближнего окружения. Это, кстати, тоже очень хороший вариант. Мы понимаем, что, знаете, как хорошо было сказано, сегодня ты влияешь на свое будущее, что ты ешь, какие книги читаешь, что ты пьешь, где ты учишься, это все формирует твое будущее. Поэтому, если ты озаботился и, может быть, выслал резюме заранее некоторым интересным компаниям, это, конечно, пойдет тебе на пользу. Возвращаясь к теме вот этого эйджизма пресловутого, собственно, вчера появилось это сообщение. Председатель правления Латвийской ассоциации управления персоналом Ева Селга высказалась в программе «Рита Панорама» о том, что на рынке труда существует дискриминация по возрасту, и она касается в основном либо тех, кто недавно окончил школу, совсем молодые люди без опыта и люди старше 50 лет. Алексей, вы в начале нашего разговора упомянули, что существует все-таки достаточно большой запрос на людей в возрасте 45+, но перечислили некоторые профессии только. В основном же, в целом, в среднем на рынке ситуация какая? Действительно ли стоит готовиться, откровенно говоря, к тому, что начиная с определенного возраста, так возьмем это условно в кавычки, ты становишься старым на рынке труда, соответственно, нужно готовиться, опять же, вы сказали, закладывать свое будущее уже сегодня, и прокачивать определенные навыки, компетенции и так далее. Либо там задумываться о том, что условно, возьмем вот этот прозвучавший порог 50 лет, ну, пускай будет 50 лет, что после 50, возможно, стоит поменять, в принципе, сферу деятельности. Да, Александр, спасибо за вопрос. Я отвечу, наверное, чуть-чуть издалека. Есть такой, знаете, хороший анекдот еврейский, когда один мужчина еврейской национальности прибегает к другому мужчину еврейской национальности и в такой ажиотации кричит, Лёва, Лёва, ужас, на улице бьют евреев. Он говорит, а что ты волнуешься, ты же по паспорту русский. Он говорит, а бьют-то не по паспорту, а бьют по морде. Так вот, я хочу напомнить, что мы работаем не возрастом, а мы работаем навыками и умениями. Вот, мне также нравится выражение, которое звучит так. Мудрость приходит с годами, но иногда годы приходят одни. Поэтому, если вы, уважаемые товарищи, вы 15 лет были на одном месте работы, нигде не учились, не прокачивались в навыки, это, скорее, вопрос не в возрасте, а в том, что вы действительно не успеваете за временем. Вы не обладаете некоторыми навыками, компетенциями, которые вам нужны на рынке труда. И я бы здесь говорил, наверное, не о возрасте, а скорее о том, что люди просто после определенного возрастного рубежа они перестают учиться или они не следят за новыми тенденциями. Они не смотрят там кругом, что происходит. А сейчас же нормально во время жизненного цикла поменять 2-3 профессии. Это очень хорошо. Поэтому люди, которые раньше были, например, учителями фини, становятся программистами. Человек, который возглавлял магазином, сейчас может работать спокойно на эвакуаторе и возить машины. Так что все же открыто. Другой вопрос, если ты, как я сказал, 15 лет сидел на одном месте, не развивался в навыке и компетенции, ничем не интересовался, не ходил никогда на какие-то конференции, не расширял свой кругозор, вообще просто не понимая, что происходит на рынке труда, то тебе, конечно, будет очень трудно. Про такую резкую, упомянутую вами смену сферы деятельности учитель музыки, переквалифицировавшийся в программиста, я не так давно читал довольно пространную статью, такую, что называется «Лон Крид». Молодой человек анализировал рекламные сообщения, которые были... Целевая аудитория – это молодые женщины и молодые мамы, скажем, которых тоже призывали бросать какую-то скучную работу и идти в программисты. И вот пункт за пунктом он провел разбор, что называется, полетов, и выяснилось, что есть ловушка. Да, мы не берем тех, кто, по вашим словам, 15 лет ничего не делал, не развивался даже в своей профессии, но нет ли в этом действительно опасности, в этой кажущейся лёгкости? Я много лет работал учителем музыки, потом раз, в один раз переключился, теперь я буду программист. Но чтобы научиться и быть хорошим, востребованным программистом, тоже нужно достаточно серьёзное образование и опыт работы. И не будет такого, я 15 лет работал в музыкальной школе, а потом вдруг с понедельника я пришёл куда-то айтишником, и я буду грести золотые горы, и я буду на расхват. Можно потерять то, что у тебя было в погоне за этим призрачным нечто обещанным. Ну, Александр, отвечу, наверное, так. Видите, конечно, все эти истории звучат очень чудесно, но на самом-то деле за этой историей обычно стоит некоторая подготовка, что человек ходил на курсы, он пробовал, интересовался, он там какое-то время уже программировал, и потом там начал работать программистом. Вот. А второй момент, ну, я, знаете, не за революцию, я, скорее, за эволюцию. Мне кажется, что надо поступательно двигаться вперёд, использовать те навыки на работе, умения, компетенции, которые у вас были на прошлом месте работы, искать что-то близкое, где я могу применить. Ну, вот приведу вам пример простой. Мы, когда вот столкнулись все с пандемией, работники сферы туризма действительно были в очень плачевном состоянии. Но если посмотреть на то, что умеет, например, какой-то туроператор или работник турфирмы, да, оказывается, что он может решать сложные проблемы по телефону удалённо на иностранном языке. К примеру, группа отравилась, напали акулы, все потеряли паспорта, автобус задержали и так далее. И вот этот человек по телефону очень эффективно и хорошо может решить все проблемы и все вопросы там разрулить, всё по полочкам структурировать. Так вот, если мы проводим аудит, мы понимаем, что такой навык, такая функция может быть очень хорошо востребована в каком-то колл-центре, который, к примеру, там Латвия их много, которые работают на разные регионы, на Скандинавию, на Россию, на Америку. И этот человек удалённо принимает звонки клиента и помогает ему решить какой-то определённый вопрос. Так вот, получается, если мы понимаем, что я использую на новой работе всё, что у меня было наработано на старом месте работы, и просто поступательно двигаюсь вперёд, вот такая логика мне нравится больше. Но при этом, Александр, я вижу много других вариантов, когда женщина-юрист всё бросает и начинает делать ногти, вот и максимально счастлива от этого. Но это скорее исключение. Но это скорее скайпизм. Ну, ей хорошо, ей здорово, ей нравится. Порадуемся за такие примеры, да. Но мы вот как-то забыли всё-таки ещё одну дискриминируемую категорию молодёжь, которой сложно найти себя на рынке труда. Что здесь можно посоветовать? Потому что, да, действительно, вот иногда бывает, что молодые люди сразу хотят и большие зарплаты, и прямо вот какие-то золотые горы, перспективы. А работодатель, в общем-то, ну, как бы скептически говорит, покажи, что ты умеешь. Ну, и спрашивают ты, собственно говоря, кто? Ну, и логичный вопрос работодателя, потому что за это он платит деньги. Это как, ну, свободный рынок. Я покупаю определённую услугу, функцию, навык. Если человек её не умеет, и не знает, как её делать, то понятно, что он должен тогда там зарабатывать меньше, да, пока, да, пока не наработает определённого навыка. Я бы здесь не говорил о дискриминации, я здесь просто говорил о том, что есть требования рынка, которые требуют, чтобы вот этот человек на этой должности владел определённым навыком, умениями, да. И, видите, проблема здесь скорее больше в том, что молодые люди часто не хотят учиться, они хотят сразу там прыгнуть на определённый уровень, а допустить их, например, к серьёзным клиентам, серьёзным проектам, не предварительно не прокачав, не подготовив, конечно, ну, с точки зрения работодателя, совершенно как бы, ну, неправильно, неразумно, да. Поэтому и возникает вариант, что там молодой человек хочет, но он хотеть может много, вот. А вопрос, что он умеет, и может ли он за определённую там работу нести ответственность, да, и дать результат работодателю. Если он это может сделать, тогда достаточно легко разговаривать, и работодатели там охотно за это платят, да. А давайте разберём ту же самую ситуацию с другой стороны. Вы говорили как бы с позиции работодателя, а с позиции молодого и ещё не специалиста. Насколько работодатели готовы вкладываться и временно, и материально в обучение персонала? Понятно, что бизнес достаточно по жёстким законам живёт, и времени на раскачку, как правило, мало, а особенно, когда, ну, вот я предприниматель, за свой счёт принимаю какого-то молодого, я хочу сразу, чтобы он приносил пользу, чтобы он отбивал деньги. А то, да, вкладываться его учить, а он завтра скажет, а я пойду, вот мне заплатят больше в другой компании. Ты его научил, а ты потерял деньги, потерял время, а он ушёл. Это ещё и следующий момент. А пока что момент обучения. Насколько в Латвии, ну, опять же, мы говорим о Латвии, о якобы дискриминации, которая наблюдается на рынке труда, в Латвии относительно молодых людей, готовы ли и, как правило, в каких сферах готовы терпеть определённое время, пока молодой будущий специалист себя проявит, получит время хотя бы разобраться, ну, там, несколько месяцев, пресловутые три месяца или там полугода? Я бы сказал, что есть компании, которые готовы учить развивать, ну, при том условии, что там молодой человек сам хочет или там девушка хочет учить развивать. Это понятно, понятно. При присутствии желания, конечно же. Да, есть такие компании, я вижу, что это как бы хорошо. Есть там позиция интерна, там стажёра, который действительно может расти в карьере, у него есть определённый ментор, который его развивает, обучает. Поскольку мы работаем с очень серьёзными компаниями международными, латвийскими, то я могу сказать, что в таких компаниях, да, такая идея менторства, наставничества есть, вот, и она хорошо очень работает, да, так что, да, это, конечно, сфера IT, это экспорт, это производство. Следует ли за такими пути, да. Всё-таки, несмотря на то, что у нас страна маленькая, если сравнивать с другими странами, там, Россия, Соединённые Штаты, где целенаправленно компании работают на создание кадрового резерва, в нашей стране тоже я вижу хорошие примеры, когда определённые организации, они работают на то, чтобы была некто преемственная, чтобы у меня был преемник. Вот недалее, как, например, два месяца назад мы сделали очень хороший проект для одной компании производственной, мы нашли для них ведущего технолога производства, и там история, Ром, такая, что человек, который в текущий момент работает руководителем технологического дела, он через, примерно, год пойдёт уже на пенсию, поэтому они его взяли заранее для того, чтобы подготовить, вести в курс дела и спокойно передать дела, и дальше этот молодой человек, ну, относительно молодой, что-то в районе 40 лет был кандидату, будет успешно работать на этом месте, а главный технолог, который в текущий момент работает, успешно пойдёт на пенсию и будет отдыхать. — Напомню, мы беседуем с Алексеем Савельевым, руководителем компании по подбору персонала, адрес Балзия. Интересно только что прозвучало, молодой сотрудник лет 40. — Ну, Александр, это так и есть же, сейчас представление о возрасте меняется, вы вспомните, я вспоминаю свою бабушку и дедушку, когда на пенсию выходили 55 лет, и они гуляли там после работы. Теперь же мы видим, что люди там в 70-75 лет максимально активно делают бизнес, активно работают, и всё у них хорошо, замечательно. Так что представление о возрасте очень сильно поменялось, конечно. Что есть молодой, что есть старый. — Но всё-таки вот молодые люди, которые жалуются на то, что у них нет опыта, и действительно вот компании заинтересованы всё-таки в найти уже человека, который этот опыт приобрёл. А вот это получается замкнутый круг, то есть они не могут найти, ну, обрести этот опыт, потому что их не берут на работу без опыта. — Ну как, шутка сейчас звучит, что берут молодого специалиста в требованиях 3 языка, 20 лет опыта работы успешного в крупных компаниях и так далее. Ну то есть критерии по час абсолютно нереальные выставляются для именно молодых ребят. — Коллеги, я бы, знаете, отметил, мне кажется, очень много компаний представляет возможность практики, в том числе даже оплачиваемой, которая оплачивается не так, как регулярная работа. И ты можешь спокойно пойти на практику. Как я уже в самом начале сказал, когда мы разбираем каждый конкретный кейс, оказывается, что жалобы этого молодого человека, они, мягко говоря, необоснованы, потому что он 3 отправил резюме или его требования были завышены. Так вы фактически поймите, кто вы, чем вы, каким навыком обладаете, сколько работодатель готов за это заплатить и, например, устраиваетесь на практику. Ты поработал 3-4 месяца, ты на работе опыта, ты себя показал, ты можешь двигаться дальше. Вот эта, кстати, логика работает шикарно. Я видел несколько примеров, когда молодые люди приходили, например, на конкретное рабочее место, говорили, я хочу у вас поработать в качестве стажера. Он работал 2-3 месяца с минимальной зарплатой или иногда даже без зарплаты, набирался навыков, умений. И после этого тогда уже его принимали в Штаты, он работал там в этой компании уже долго и успешно, и там делал карьеру. — Насколько COVID повлиял сейчас на сферу труда? То есть больше стало потребностей в рабочих руках, меньше, насколько изменились требования? — Я думаю, Олег, не сильно это COVID поменял, потому что, видите, мы живем в Латвии, у нас при 2-х миллионах населения, я думаю, на рынке труда порядка 750 тысяч активных работников, поэтому люди очень востребованы. Если человек действительно понимает, что ему нужно, потому что есть такие товарищи, которые плавают и сами не знают, что они хотят. Сегодня они хотят носа, другое, а потом они вот это выдают под соусом того, что меня не берут на работу, потому что я слишком молодой. Так вот, получается, что если ты четко знаешь, что ты хочешь, если ты готов выполнять определенные требования, стандарты, готов учиться, развиваться, то все, наверное, очень хорошо и оптимистично. Я не вижу, что COVID как-то очень серьезно упоминал, потому что работать все равно надо. Рабочих рук не хватает, людей, которые могут что-то делать, не хватает. Из этого может следовать вывод, что, в принципе, у нас снова наблюдается утечка с рынка труда. Насколько действительно в последнее время люди покидают Латвию в поисках лучшей доли длинного рубля, евро, доллара и так далее? Я, Александр, на эту тему вряд ли могу компетентно говорить, потому что я все-таки работаю с таким эксклюзивным хай-эндом. Я работаю с топ-менеджерами, специалистами в области IT, финансов, маркетинга. Поэтому эти люди прекрасно себя чувствуют в Латвии, за ними идет реальная охота. И, например, иногда приходится перебирать 7-8 кандидатов для того, чтобы в итоге устроить одного человека на очень хорошее место. Поэтому те люди, которые эмигрируют или уезжают куда-то работать, это не моя аудитория, я вряд ли что-то могу сказать. Хорошо. Задам вопрос, может быть, тоже не совсем вашей компетенции, но тем не менее. Вы упомянули некое плавание. Зачастую, опять же, можно встретить мнение о тех самых пресловутых изумерах, то есть молодое поколение, что они очень легки на подъем и порхаются место на место. Тут поработал пару месяцев, надоело, ушел. Там поработал пару месяцев, ключевое слово, надоело, ушел. Насколько действительно молодому поколению свойственна подобная легкость, граничивая с пренебрежением? Характерно, потому что они живут другими ценностями. Вот недавно, кстати, обсуждалась тема о том, что у молодых людей нет такого понятия правовладения. То есть, например, люди там за 40, они хотят свою квартиру, машину, чтобы была собственность. А молодые люди совершенно не хотят собственности. Им, например, потому что сегодня он работает в Риге, завтра он полетит в Лондон, квартиру можно прекрасно снимать, перемещаться можно в такси или на скутере, когда тепло. И поэтому там они совершенно естественно другими категориями. И если, например, работа меня не развивает, если она не дает мне какой-то ценности, а такое может быть, потому что не все работы, развивающие, которые двигают тебя вперед, то он легко его покидает и двигается дальше. Это просто такая реальность, с которой надо смириться, надо жить, потому что ценность работы, стабильной, постоянной, длительной работы, она очень характерна для поколения иксов. Это людей, которые родились 68-го, по-моему, до 89-го. А все, потом начинаются другие ценности, другие взгляды, и кандидации ведут по-другому. Поэтому, если работодатель может организовать процесс так, что ты растешь, развиваешь, у тебя новые вызовы, новые варианты, постоянно новые проекты, то, как бы чудесно, тогда это соответствует логике этих молодых людей, они работают достаточно долго. А если, например, все-таки работа рутинная, однообразная, и она не ведет к какому-то развитию, или есть некоторый потолок развития, то тогда, наверное, такие молодые люди могут покидать рабочее место достаточно быстро. Алексей, время просто пролетело абсолютно незаметно. Мы с ужасом смотрим, что уже все вышло, и давно пора ставить рекламу. Огромное спасибо вам за разговор. Алексей Савельев был с нами, руководитель компании по подбору персонала «Адрес Балтия». Не переключайтесь дальше, мы продолжим говорить и о бизнесе, о ситуации на рынке, об экономике, в общем, впереди в нашем эфире. Спасибо. Спасибо.